друзья всем привет с вами снова я меня зовут андрей это канал булгаков play и мы продолжаем проходить за синкет сити вот я думаю что постепенно потихоньку полегоньку подходить к концу в прошлой серии мы узнали что нашего товарища убили я думаю он тут самый главный а с другой стороны когда я выключал игру я подумал они же могут создавать вот эти копии людей возможно же что это даже не он он на самом деле жив и все подстроено так давай смотреть его гость вызвал полицию при убийстве йоханна сандерберга присутствовал еще мне надо идти в полицейский участок мы идем в полицейский стоять поднимите руки и не пытайтесь бежать что в чем дело вы арестованы за убийство йоханна сандерберга я его не убивал у нас есть убедительные доказательства и свидетель хватайте его парня ну типа я своим никуда не пойду это с ними драку затевать с любом случае как-нибудь отмажут нас или драться это загрузка пошла на все в тюрьке в тюрьке детектив доброе утро детектив рид надеюсь вам тут хорошо спалось да нормально кто вы знакомы я думал у детектива в память получше я управляющий карпентеров меня зовут фрэнк в общем я пришел вас забрать мистер карпентер оплатил залог это очень благородно со стороны мистера карпентера но как он узнал что я здесь семья карпентеров давно и плодотворно сотрудничать с полицейским управлением окман то скажем так они держат нас в курсе дел продажные если честно для меня это приятный сюрприз похоже я сделал правильный выбор когда помог мистеру карпентеру вы помогли ему а теперь он отплатил услугой за услугу карпентеры всегда возвращают долги я никого не убивал вы не знаете почему меня арестовали ну конечно мистер рид наверное свидетель ошибся да нет серьезно я не виновен как скажете сэка не верит карпента желает вас видеть лучше обсудить это с ним ладно спасибо сейчас меня туда переместит а мне это так стоять мне нужен архив ментовской где где он вот опачки в этом надо разобраться всем кого это касается в городе зреет заговор это все рыболюди я знаю что вы не смогли проверить мои предыдущие сообщения но на этот раз все серьезно они вот-вот захватят город повсюду всплывают их мерзкое подводное золото и скоро у них будет достаточно денег чтобы подкупить всех и каждого ваше учреждение должно в этом разобраться я взял на себя смелость провести предварительное расследование я знаю что у меня нет лицензии именно поэтому мне нужен тот у кого она есть посылаю вам первую часть своих заметок обязательно сообщу когда узнаю что-нибудь еще заговор существует рыболюди повсюду рыболюди с уважением симс болтун и еще работа это вот это все так ладно похожего на мой на голове у него была шляпа такая же как у меня чтобы выяснить правду мне нужно узнать кто и зачем меня подставил иначе окажусь за решеткой поручил поручил за меня сейчас подожди присутствовал еще один человек он может рассказать мне о том что произошло так я думаю что вряд ли она давай преступление против личности нет 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 подожди преступления подожди преступления субъекты свидетели улики район нет что-то не снят они не то не срастается на вот он мне хочет рассказать о свидетеля и хорошо вы подлезались карпентеру будь моя воля мы б уже выбросили ключ от вашей камеры сэр я ни в чем не виноват да неужели чужак может мне зачитать вслух ваше досье читайте я добропорядочный гражданин ха 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 добропорядочный гражданин с оружием таких как вы надо держать за решеткой а лучше в психиатрической лечебнице в вашем досье не сказано что я бывший пациент психушки может вам стоит быть осторожнее очень жаль что вы бывший пациент придержите язык то что я пережил злейшему врагу не пожелаешь электрошок кровопускание погружение в ледяную воду похоже вам это не помогло если понадобится я с радостью организую вам электрический стул в чем дело офицер вы не умеете общаться с людьми из-за таких как вы в городе полный бардак вы сносите замки вламываетесь в дома и грабите их ходите по улицам с оружием палите по ни в чем не повинным прохожим и не смеете отрицать что ж теперь я понимаю что действительно был неправ прошу прощения постараюсь исправиться для начала неплохо мистер рид если конечно вы не издеваетесь надо мной издеваюсь конечно если бы не ваши влиятельные друзья вы бы гнили в окманской тюрьме опыт так мне нужно мне нужно в особняк или мне нужно там где он шкерился это но тут уже ничего нет или есть подожди здесь уже ничего нет особняк где он здесь да значит он там уже на месте но я думаю что он жив слишком слишком легко его завалили так вот я не залезу тут я не залезу а то что я мента завалил ничего пофигу я не против а он сам сказал еще раз так сделаешь я да я головка от патефона так дорог нечем заняться за дурачок он же здесь даже здесь здравствуйте мистер карпентер рад что вы в добром здравии я тоже рад парень нелегко мне пришлось после той заварушки от родного сына я такого не ожидал жаль что так вышло да ладно вино женщины и музыка разгонят любую тоску у меня еще есть порох если ты понимаешь о чем я спасибо что вытащили меня из тюрьмы я вам очень благодарен не за что но имею ввиду твоя свобода еще не гарантирована милтон пирс дал показания против тебя я заставлю полицию проглотить что угодно но сначала нужно добыть эти лакомые кусочки сейчас парень вам нужны доказательства моей невиновности найди на кого можно свалить вину и сообщи моему управляющему остальное сделает старина брут кто такой то такой этот милтон пирс еще один богатый ублюдок который хочет стать мэром ничего особенного типичный выходец из рид хайтс не знаете где он может быть понятия не имею парень если верить газетам статьям он по всему городу носится я не вижу тут грэма можно узнать что с ним стало мне пришлось бороться за выживание парень сомневаюсь что ты хочешь знать подробности в отпуск отправила спасибо мне нужно идти погоди парень возьми вот это хорошая штука поможет в любой передряги используя с умом хорошо еще раз спасибо не зевай парень вот она понимаю оружиек у меня дали 17 всего лишь патрон предмет могу накрафтить порох весь улетел на не кисло я на всякий случай мне все равно это лутаться собираться так пока что суда закрыто открыто так стоять я мало что смог узнать мне известно только что он живет где-то в рид хайте и сейчас баллотируется он давал интервью местной газете так окей мне нужно отправиться в газету это я понял так чуваки мне ящик нужно ящики нужны с потрошками гильза пружины гильза не могу говорить нести больше порох блин порох уже полно всегда был ладно пошли в газету я просто думал я думал просто его проще найти в этом это закрыт проще найти был в полицейском участке он же свидетелем проходила у них что он тоже все записывается но в игры другие планы на этот счет так что нечем заняться да как есть чем работ тебе подогнать надо так пошли а что полицейских стал больше так где у нас газета так оббегать точно чё и надо сейчас смотри мы сейчас найдем его адрес и сходим в отель и хочу все таки посмотреть есть там переодевка там же были эти варианты всякой одежда может быть еще добавил что-то тут газета рядом чу книгу почитаешь так период после потопа люди чиновники раздел район рид хайт сегодня наш корреспондент получил возможность побродить по живописанным улочкам восточной части рид хайт чтобы взять интервью у одного из самых перспективных политических деятелей окманта пирсу принадлежит весьма внушительное многоэтажное жилое здание на мюзим авеню между комьюнион тем не менее мистер пирс старается заверить нас что хорошо понимает по 3 потребности обычных людей и регулярно встречает встречать с общественными деятелями интервью пирс хорошо давай сразу мы найдем так мне нужно рид хайт я так понял что восточная его часть правильно восточной части на мюзим авеню где такая вот мюзим авеню между комьюнион роут между комьюнион роут и и лог-стрит лог-стрит ну то есть примерно в этом районе и мы сейчас как-то бы тогда доберемся до этого до отеля до ты личка и посмотрим можете там шматя какого накидали нам на все-таки не верю что это вот так завалили голландца просто так так где у нас отель у нас мы переместимся ладно на защита он обнаружил лишь его мертвое тело кто решил подставить то у нас из недоброжелателей только этот я все вижу чужак они только этот как он называется напоминает мне о доме я уже скучаю по последнее время врачи сообщают о многочисленных случаях летально летальных пищевых отравлений среди тех кто получил рыбу от организации под названием тот что послужило причиной этой этих смертей и какая тут выгода для тот эти вопросы остаются без ответа похоже известная благотворительная организация приносит людям не только добро как бы то ни было мы настоятельно рекомендуем нашим читателям держаться подальше от членов тот и не принимать от них никаких никакие подарки особенно еду бесплатная рыба может стоить вам после жизни гарри доу мертва знаменитая исследовательница гарри доу скончалась тело профессора археологии было найдено на берегу гавани а калмшор это печальная новость для многих сотрудников и студент сотрудников студентов окманского университета коллектив вестей окман то выражает свои искренние соболезнования всем кто знал и любил гарри доу окман скорбит и по о потере непревзойденного ученого тайна консервного завода прошлой ночью в здании консервного завода blackwood марш произошел странные печальные события по словам соседей за несколько кварталов от завода были слышны нечеловеческие крики и возгласы на незнакомом языке кроме того свидетели сообщили что видели вспышки света неестественного оттенка которые они затруднились описать позже в здании было найдено мертвое тело эбернета последнего представителя влиятельной семьи блэквудов причины смерти установил установить не удалось гибелью этого человека на рухнул один из толпов окманского общества безумие распространяется последнее время окман окман переживает странные внезапные вспышки безумия не распространяются по городу будто бы случайным образом хотя свидетели утверждают то видели в местах вспышки учил ученых из университета доктор филипп грант из больницы святой мари считает что безумие вызвано специфическим заражением гельмин гельминтами это видимо какие-то черви паразиты источник которого по-видимому находится где-то возле университета университета он советует гражданам следить за своим здоровьем и при первых же признаков заболеваний прийти в больницу и получить высокоэффективное антигистаминное средство наследник карперт карпентеров мертв в доме карпентеров произошло несчастье грэм сын глава семьи был найден мертвым у себя в комнате врачи предполагают что причиной смерти стало отравление испорченной рыбой карпентер старший кремировал сына со всеми должными почестями и после длительного перерыва снова активно участвует жизни города мне некогда скорбеть признался он нашему репортеру у меня есть дела поважнее типа он пришел обвинил нас в этом прикольки одежи а а все больше ничего не могу обычная одежда ученый рыбак а тут условия есть разблокируется в ходе сюжета выясните что случилось с разграбленными могилами в деле покойся с миром рыбак полицейские одежда чумного доктора узнайте все а вы лбисты в деле опытный сыщик найдите все книги и верните их коллекционеру в деле сектант и берите все таинственные книги разблокирует с дополнить дополнением агенту по недвижимости в деле но не гангстер меня вполне устраивает чистое опрятное это все чистое опрятная одежда все хорошо все пошли шляпу бы ему еще сменить и был бы неплохо так зеркало не работает все двери не поддается отправляемся соответственно дальше ну видимо с этим с младшим не совсем правильные выборы я сделал ну да ладно старший нас освободил а мне нужно куда идти мне нужно вот туда идти поехали жалко он только печально посмотрел он добра хотел на какой добро у нас из серьезно лёте очнитесь в этом городе блять добром в осенье пахнет не от кого поэтому никаком добрее речь идти не может можно все дома домишки кстати обширить кому заняться и вот смотри сейчас добегу до какого-нибудь упора и мне скажет район кишащий монстрами д ты просто хранения да и забыл кого и ищу направо можем тут пройти защитка этого и военный венчин прости пожалуйста это подумаешь что я специально я же не специально любит на месте не она возможно вот это она что пилить это за левый звук многоэтажечка у этого парня руки в крови в буквальном смысле похоже он очень серьезно относятся к своей избирательной кампании ну только если он правда решил стать мэром то почему он должен не серьезно относиться записками милтону пирсу милтон дорогой мой друг мы уже давно не виделись я хочу тебе напомнить что моя дверь всегда открыта для тебя может проведем наконец спиритический сеанс о котором мы столько говорили надеюсь скоро увидеть тебя в театре короны искренне твой йоханнес что собирается стать государем окман то или это так легкое чтиво ну да развивает человек дорогие жители окман то с этого дня наш город станет жить по новым правилам отныне всегда и во всем благополучие обитатели окман то будет стоять на первом месте любое решение связанное с торговлей рыбалкой чужаками и инсмутами в первую очередь будет учитывать интересы местных жителей мы должны защитили границы нашего города и от чужаков и от сил природы вернем окман то было величие ну вообще вот этого пустое как сердце банкира чужаков здесь кто-то очень поспешно переодевался если он был весь в крови ту конечно здесь явно держали грязную одежду я даже вижу брызги крови вот тут в полу какой-то это знакомая форма я уже видел такие кинжалы мистер пирс от имени нашего сообщества хочу выразить огромную благодарность за за все что вы сделали для нас делайте в этом городе очень мало кто сочувствует выходцам из инсмута и вы редкое исключение пожалуйста примите этот кинжал в знак нашей дружбы пусть он прослужит послужит доказательством того что мы поддерживаем эту связь ни один член нашего ордена не посмеет причинить вам вреда с уважением а на кавендиш гука уважаемый мистер пирс несмотря на все письмо от трагморта несмотря наш на все наши прошлые разногласия не могу не признать что на сегодняшний день вы один из самых перспективных кандидатов на пост мэра окну нужна сильная власть которую вы безусловно можете обеспечить не ждите никакой финансовой поддержки с моей стороны я считаю что кандидат в мэра должен сам обладать необходимыми средствами в остальном вы можете на меня рассчитывать с уважением роберт трогом ортон разрячу совершать у меня уже зажег то есть даже не все смотрела у меня уже зажег говорит осматривай подожди тут еще дверь еще наверх пойду кровь так и хлистала я был весь в крови то такое роберт буханул чуть из спины где же этот дурацкий галстук я уже должен быть в ратуше надо поприветствовать избирателей убери это с глаз долой роберт для чего по-твоему у нас внизу прачечная пора во всем разобраться милтон пирс вернулся домой весь в крови он приказал дворецкому отнести окровавленную одежду вниз и и отправился в ратушу на встречу с избирателями грязное белье ключевые улики найдены чё у нас тут брызги крови нет алиби окровавленная одежда в доме пирса может послужить уликой против него но этого мало чтобы обвинить пирса мне нужны эти другие доказательства так я понял мы его хотим подставить на хуй мэра да нам действительно без разницы мэрон там или кто тут заперта прачечная я же не вот все сейчас ничего не предполагает не располагает к тому чтобы я начал сражаться с монстрами по идее ли но не 6 полезут вы не может больше нести нельзя было оставлять это здесь запах крови может привлечь незваных гостей я уже научен горьким опытом так забери нельзя было оставлять это здесь запах крови может привлечь незваных гостей я уже научен горьким опытом так и что мне надо сделать в ратуши у меня про лица мы сейчас незваных гостей сейчас и цех у меня полезет и сделала так тоже ключевые улики найдено то есть не все улики найдено но мне теперь надо в ратушу а тут звездочки нигде нет так мы пришли оттуда прекрати а там туды я могу тут насквозь пройти меня же не застрелит никакие военные как же удобнее да правда вояки я и ничего никого нету не нападаю вот здесь есть перемещение кстати говоря для вот он север в ратушу хочу это мне все нашел в подвале вроде все это вот бывает так вот я сейчас на столе была книга и была записка и я че случайно увидел записку я думала не активно так ратуша где этот вот роглить добрый день мистер пирс не ожидали меня увидеть как вы здесь оказались вы должны быть в тюрьме меня вытащили друзья успокойтесь я просто хочу поговорить ну ладно я вас слушаю зачем вы обвинили меня в убийстве что надо было молчать моего друга убили почему я должен закрывать глаза на это вы видели убийцу кто это был на самом деле хотите знать что я видел проклятый чужак ворвался в дом убил йоханнеса и ушел как ни в чем не бывало вы убеждены что это был чужак откуда такая уверенность поверьте ок монтица знает чужака с первого взгляда с местными вас не спутаешь так мы тоже не знаете что это был не я напротив рит я видел ваше лицо может скажете что у вас есть двойник пирс уже разумный человек может договоримся вы что пытаетесь подкупить политика мистер рит с чего вы взяли что я приму подобное предложение простите наверное спутал вас другим милтоном пирсом но неважно знаете моя дорогая мамочка очень стара и богата я буду так скучать по ней когда ее не станет вы шутите как бы вам объясните мистер рит мои избирательные компании не помешают дополнительные средства ты будешь сидеть в тюрьме значит все таки дело в деньгах боюсь финансовые сложности занимают все мои мысли если бы они разрешились я мог бы вспомнить тот день получше например я мог бы внезапно понять что принял вас за кого-то другого вы даже могли бы напомнить мне за кого именно как вы можете такое предлагать убить родную мать вы бездушное чудовище я не стану этого делать успокойтесь рит погуляйте подышите морским воздухом и представьте как вас казнят может это заставит вас передумать сомневаюсь как скажете сэр но я все равно оставлю вам эту бутылку и и адрес и еще рит не возвращайтесь сюда нас не должны видеть вместе мы его сдадим надо как-то вас компрометировать так убийца шанта убийцу шантажировали чужак под подозрением если милтон пирс не ошибается человек застреливший вандерберга чужак я знал что он недавно женился и совершил это преступление потому что боялся за свою семью если я найду свидетельство о браке то она приведет меня к нему так хорошо журнал не ошибается человек я узнал что он недавно женился и совершил это преступление потому что боялся за свою семью если я найду свидетельство о браке то она приведет меня к нему чуть я не буду никого убивать а тебя нельзя травить так чуть я немножко потерялся я могу тут найти нет мне нужен чужак настоящему достоверяю что глен гордон бейрис и эвелин кэтрин лэйн проживают в восточной части shells в доходном доме на углу стрит и орчат авеню заключили брак соответствие с разрешением выданном в городе окман штата массачусетс то есть у нас сразу два адреса первое идем к мамаши адрес агаты агата пир живет в северной части old grove северная часть это сверху болеть тупой баран на бекон стрит бекон стрит недалеко от булок стрит где-то здесь такой кей пошли мы сейчас началась не побазарим скажем ей что ее сынишка хочет ее убить и потом пойдем найдем преступника все просто и очевидно так окей и верная часть ну то есть какой-то крайний где мы сзади на вот сюда я думаю что если деньжат много то а ну вот пожалуйста тут не ошибешься двери хорошо так мамаш ты особняк агаты агата здравствуйте я немножко у вас тут пороюсь гильза вы не можете больше нести и сейчас прям буквально боезапас немножко папа это пополнил а то у меня тут очень жидно жадное оружие появилось предметы им не его надо на втыкать по полной программе я думаю что 30 колобой минут дверь не поддается бабка 8 минут так порох супер порох предметы 30 то есть максимум сдать сдать мы пока ходим тоже заперсоке 30 а я могу еще вдобавок сейчас навыки что это повышает точность стрельбы из пистолета пулемета по более высокая точность стрельбы из пистолета пулемета там так что здесь вы можете носить с собой одну запасную аптечку вы можете носить с собой три запасных патрон чика это хилочки хирил чики это что вы получаете шанс экономить материалы при изготовлении боеприпасов вы получаете шансы при изготовлении предметов аптечек срезвы так я делаю соответственно вот вот так и вот так получается предметы создать лично так мать агата пирс я чарльз рид частный детектив добрый день молодой человек что вам нужно мне нужно с вами кое-что обсудить это касается вашего сына милтона они что случилось он в порядке не поверишь это долго объяснять у вас не найдется чем промочить горло у меня всегда есть что-нибудь на такой только не травим и будьте так добры принесите из погреба к я думаю вам это под силу это очень щедрое предложение мэм что вы хотите взамен нет нет ничего ну по правде говоря из погреба доносились какие-то шорохи но я уверена что вы справитесь предоставьте это мне вот ключи берите любую бутылку но только к я и не стесняйтесь брать хорошее вино я храню его для таких гостей как вы милтон поручил мне убить вас милтон нет это невозможно мистер вид вы наверняка ошиблись это правда ему нужно наследство он хотел чтобы ваша смерть выглядела естественно поэтому выбрал яд нет я вам не верю пожалуйста уходите у меня мне мне не хорошо дверь не поддается смысле мне надо было говорить на был сходить бабуль и тебя спасти от монстра хочу бабуля дверь не поддается ключ дала или ты мне не поддала ключ а слышь не пойму что я такого сделала ты ничего не сделал просто но хотя и уебище не пойму так да у меня живот есть что я такого сделала я мать дай мне бутылку вина счастлива я не пошел на хуй за приколы так суда удалить поехали искать настоящего убивцу до восточную часть шелф шешу шелф восточная часть шелф доходный дом на углу powder house мне нравится улиц еще такие за это затоплены я смотрю типа вот на земле шелф восточная часть орчинт авеню вот тут еще папа это посмотрим но не откажется не откажется пошел нахуй на 1 него на собирать улик да все будет хорошо так я отправляюсь шелф до сейчас мы узнаем кто же заказчик настоящий кто решил подставить выбежать назад туда туда правильно плечо идешь по центру то широкие что ли ничего на углу ты что-то ну вот здесь похоже ничего себе нормально чистенько дом глэна дверь не поддается ну ладно он тоже это дружище не будешь на нас просто так нападать про мистер рейдер вы глен байерс да а вы кто чарльз рид частный детектив на меня повесили убийство которое совершили вы ох кей как вы меня нашли говорю же я частный детектив не осложняйте себе жизни отвечайте на мои вопросы зачем вы убили йоханнеса вандерберга у меня не было выбора я честный человек сэр у меня семья моя милая эвелин и майкл ее наш сын я не хотел этого делать но их взяли в заложники я даже не знал этого йохана или как там его вы знаете кто это сделал эта банда я никогда их раньше не видел какой-то парень дал мне пистолет уил что ли но я не знаю он ли у них главный клянусь это все что мне известно мы с вами похоже верно как такое совпадение возможно я не знаю он откуда не родился поверьте я тоже ничего не понимаю у вас нет родственников в бостоне насколько мне известно нет моя семья из провиданса штат рода land еще одна тайна этого города расскажите как именно все произошло они вломились в наш дом когда меня не было я вернулся и увидел что дверь выбита я нашел следы борьбы а моя бедная эвелин моя семья они исчезли ну почему не обратились за помощью к полиции надо было заявить о похищении я хотел вызвать копов но они прислали они прислали мне дрог я не могу даже прикоснуться к этому она там на столе палец мне нужно осмотреть место где все произошло как хотите это в соседней комнате я запер дверь чтобы больше никто не вошел и чтобы не видеть этого допустим я вам верю вы выполнили их требования и где теперь ваша жена и сын я не знаю главарь банды обещал что отпустит их но они так и не вернулись прошу вас я не в том положении чтобы торговаться но может быть договоримся смотря что вы предложите я совершил преступление я убил человека а вину свалили на вас я признаюсь во всем полиции если я отдам оружие им придется мне поверить но сначала я должен убедиться что моя семья в безопасности блин значит я должен освободить вашу семью чтобы спасти свою шкуру я вас правильно понял в общем да вы согласны я согласен мне не нравится эта затея но я это сделаю спасибо мистер рид мне бы ваше благородство простите что втянула вас в это дело я все исправлю клянусь ты уж блять исправишь на пальцы обручальное кольцо этим надо быть чудовище чтобы так поступить с человеком в конверте лежит записка что-то ты не спешишь браться за работу вот тебе небольшой стимул приступай здесь была какая-то надпись но ее стерли по крайней мере частично советский плакат и так похоже хозяйка была суфражисткой старенький на чистый и блестящий с ним явно обращались очень бережно а ты стой тут бегать даже не думай боже кому пришло в голову отбиваться лопатой хотя некоторые доски совсем новые на них нет ни пылинки кажется в последнее время я не вижу ничего кроме крови такова судьбе ушка твоя креповый шелк и кружева наверняка это было чудесное платье наверняка будет трудно починить да заменить все первое догоните нас когда закончите и не тратьте время на то чтобы вытащить мартина вон того не стоит какого марта откуда вытаскивать не смейте трогать маму так это пацана бам бам не сметь трогать маму открывай дверь или я ее вышибал кажется я начинаю понимать 1 открывай дверь или я его 3 не смейте трогать маму 4 догоните нас когда закончите и не тратьте время на то чтобы вытащить мартина вон того не стоит члены банды ворвались сюда и похитили мать и сына сын отбивался и сбросил одного из нападавших вниз остальные ушли забрав заложников захват заложников самозащита хочу пишут сдастся полиция минутки поговорить тобой мне нужно попасть в комнату которая находится под нами как это сделать на кухню она заперта а зачем вам туда не ваше дело дайте мне ключ ладно ладно берите я ухожу счет у меня такое подозрение что у нас наебают кто где здорово как будто журный где еще там внизу что-то идет и до 2 ну не прыгать ты не прыгай есть еще тут давай сразу всех зачистим тряпки спирт так тебе попозже осмотрю так подхилим ся ой время 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 ну да ладно ничего страшного так идем наверх ну вот раз пистолетик меняется пас так там заколочена сюда нужна кто-то упал хорошо что это был не я это вообще к чему такое какой редкий напиток похоже они раздобыли эту бутылку еще до сухого закона чё пишу здравление со свадьбой от сестры пик аптечка спасибо уж хотел крафтить так сейчас проверю не могу больше 30 сделать не могу не могу так снад снова где на помощь кто-нибудь помогите что твой соратник от тебя не спасли не завидно учитывающих насрать дегенерат какой-то так соответственно я не могу нести больше на все смотреть мы знаем где он лежит он еще с удалка посмотрим что тут унички обрывы карты сумки мертвого члена банды я нашел кулачок карты на котором изображена южная часть salvation harbour один из домов красным ну туда и пойдем ключевые улики найдут от такого зрелища просто мороз по коже все улики найдены воды насрать так смотрите мы делаем вот так мы делаем на карте изображаю южная часть salvation harbour южная это внизу salvation harbour северное пересечение шкипер роут и илл стрит шкипер роут так это я нашел журнал шкипер фэл стрит шкипер шкипер вот это правильно правильно оно и туда мы уже пойдем в следующей серии а на этом мы сегодня закончим плейлист игры будет в описании подписывайся на канал и на паблик вк также еще и на telegram конечно же появился делись видео своими друзьями ставь лайки и оставляй комментарии до следующей серии друзья всем пока всем пока